Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня у нас лекция «Руководство и управление системой здравоохранения. Менеджмент в здравоохранении и услуга менеджера». План лекции. Менеджмент. Менеджмент – это вид деятельности по руководству людьми, направленный на достижение целей предприятия или организации путем использования труда, интеллекта и мотивов поведения людей с учетом обеспечения их удовлетворенности трудом. Управление всегда связано с действиями в области кадровых ресурсов. Успех деятельности зависит от эффективности менеджмента. В управленческой структуре профессионализм является определяющим качеством. Менеджер должен обладать широким кругом профессиональных качеств, аналитическим мышлением, способностью к организации, уметь оптимально использовать ресурсы и так далее. Менеджмент. Менеджмент мы связываем с понятиями, такими как бизнес, предпринимательство. Менеджмент – бизнес. Некий вид деятельности, который направлен на получение прибыли посредством производственной деятельности по изготовлению товаров или оказанию услуг. Предпринимательство – это частный случай бизнеса, способность выявить все возможности ведения дела и умение ими пользоваться для получения прибыли в условиях риска. Отличие заключается в том, что предпринимательство всегда сопряжено с чем-то новым. Новизна может заключаться как в том, что занимаются новым объектом товар-услуга, так и с продвижением новых методов управления, что в свою очередь сопряжено с риском. Таким образом, новизна и риск – два отличающих момента предпринимательства. Сущность менеджмента состоит в том, чтобы умело управлять, опираясь на принципы менеджмента и эффективное выполнение функций менеджмента. Менеджмент в здравоохранении Менеджмент, как наука, возникла в прошлом веке в США и до настоящего времени не имеет точной формулировки. Президент Американской ассоциации управления Экли считал, что менеджмент – это управление не вещами, а воздействие на людей. Это искусство получать нужные вещи посредством управления людьми. Менеджмент – это также умение добиваться определенной цели, используя интеллект и мотивы. Менеджмент возникает тогда, когда имеется как минимум два человека – управляющие и управляемые стороны. Субъект управления – тот, кто управляет. Объект управления – тот, кем управляет. Субъект управления – люди, в функции которых входят осуществление управления. В системе здравоохранения начальники отделов здравоохранения, главные врачи, заместители главных врачей, заведующие отделениями, директора и начальниками клиник, руководитель частного предприятия. Объект управления – это работники, коллективы, действующие согласно предприятию и любые хозяйственные и экономические объекты, подвергаемые определенной трансформации по воле объекта, распоряжающегося этим объектом. Успех управленческой деятельности в здравоохранении во многом зависит от уровня подготовки руководителей всех уровней по основным разделам менеджмента, грамотного использования опыта управления, накопленного человечеством, научно обоснованного подхода к решению проблем учреждения. В современных условиях менеджмент следует рассматривать с двух позиций. Первое. Как совокупность принципов, методам средств и форм управления производством с целью повышения эффективности производства и прибыльности. Второе. Как процесс управления отдельным работником, рабочей группой, организацией в целом. Менеджмент делится на три составные части. Производственный менеджмент, маркетинг и финансовый менеджмент. Принято выделять четыре основные сложившиеся школы менеджмента. Школа научного управления 1885-1970, административно-классическая школа 1920-1950, школа человеческих отношений 1930-1950, математическая школа управления с 50-х годов. Школа научного управления теория Тейлора, президента Американского общества инженеров-механиков, суть теории, наука вместо традиционных навыков, гармония вместо противоречий, сотрудничество вместо индивидуальной работы, максимальная производительность, развитие каждого отдельного рабочего до максимально доступной ему производительности и максимального благосостояния. Теория базируется на трех принципах. Разработка формальной структуры организации, рациональная организация труда, определение мер по сотрудничеству управляющего и рабочего и разграничение исполнительных и управленческих функций. В результате произошло формирование линейно-функциональной структуры управления, административная или классическая школа управления. Основная задача этой школы – создание универсальных принципов управления, реализация которых в любой организации должна привести к успеху. Эмерсон сформулировал 12 принципов управления, которые не утратили актуальности. Точно поставленные идеалы и цели, здравый смысл, компетентная консультация, дисциплина в коллективе, справедливое отношение к персоналу, быстрый, надежный, полный, точный и постоянный учет, диспетчирование, обеспечивающий четкое и надежное управление, нормы и расписание, позволяющие измерить все недостатки в организации и уменьшать вызванные ими потери, нормализация условий, обеспечивающие такое сочетание времени, условий и себестоимости, при котором достигаются наилучшие результаты, нормирование операций, предлагающие установление времени и последовательности, при которых достигаются наилучшие результаты, письменные стандартные инструкции, вознаграждение за производительность. Анри Фойль, 1847-1925, выделил 6 основных управленческих функций – техническая, коммерческая, финансовая, защитная, бухгалтерская, административная. Школа человеческих отношений, основоположник – Элтон Мейо, 1880-1949. При этом каждая организация рассматривается как социальная система и умело воздействовать можно на нее, как на систему социально-психологических факторов. Основной вывод – при хорошей заботе руководителя работники должны хорошо трудиться. Ситуационный анализ означает, что внутреннее построение системы есть ответ на воздействие внешней среды. Наиболее распространен свод, анализ. При этом анализуется мощь организации, слабость по отношению к внешней среде, возможность угрозы. Дуглас Макгрегор – два метода угрозы и взыскания поощрения. Математическая школа управления. Основной математической школой управления является теория исследования операций и моделирования, а также использования системного и ситуационного подхода в управлении. При этом ставятся задачи по уменьшению слабости ЛПУ, по использованию его мощи с тем, чтобы воспользоваться возможностями и предотвратить угрозы. Несмотря на возрастающее значение внешних факторов, определяющими являются внутренние факторы. Составляющие внутренней среды – цель, структура, трудовые ресурсы, оборудование, материальные запасы, культура организации. По целью управления понимают некоторые идеальные, заранее заданные результаты, которые следует достичь. Под культурой организации понимаются позиции, точки зрения, манеры поведения, в которых воплощаются основные ценности. Культура организации находит свое отражение в кадровой политике. Принципы, функции, методы и стиль управления. Современный руководитель использует различные принципы и методы управления, придерживаясь определенного стиля. Методы управления – административные, экономические, социально-психологические. Управленческие циклы и его элементы – сбор, обработку, анализ информации, разработку и принятие решений, реализацию принятого решения, контроль выполненного решения. Управленческие решения принимаются на всех уровнях управления в соответствии с функциями, обязанностями и правами руководителей. Характерной чертой любой ситуации, связанной с принятием решений, является наличие большого числа возможных вариантов действий, из которых нужно выбрать наилучшие. Школа научного управления «Тейлоризм» Генри Форд, 1863-1947 год. Принципы организации управления – максимум разделения труда, специализация, широкое применение высокопроизводительного оборудования и инструментальной оснастки, расстановка оборудования по ходу технологического процесса, механизация транспортных работ, регламентированный ритм производства продукции. Новое введение Форда – внедрил конвейер на производстве, установил 8-часовой рабочий день, установил минимальный уровень зарплаты, создал социологическую службу. Школа научного управления «Тейлоризм» Макс Вебер, 1864-1920, теория идеальной бюрократии. Принципы управления по Веберу – четкое разделение труда, что приводит к появлению высококвалифицированных специалистов, иерархичность уровней управления, при которой каждый нежестоящий уровень контролируется вышестоящим и подчиняется ему, наличие взаимосвязанной системы обобщенных формальных правил и стандартов, обеспечивающих однородность, обязанность и скоордионированность задач. Формальная обезличенность роли официального лица, позволяющая снизить эффект субъективных ошибок. Осуществление найма на работу в строгом соответствии с квалификационными требованиями, что защитит служащих от произвола начальства. Административная школа «Фаоль Улик Урвих Дэйвис» 1920-1950 года. Многие из представителей школы имели непосредственно опыт работы в качестве руководителей высшего звена управления в большом бизнесе. Например, Анри Фаоль проработал на горно-металлургическом кабинете, прошел карьеру от рядового исполнителя до президента. В значительной степени исходили из личных наблюдений. Анри Фаоль. Принципы управления. Разделение труда. Полномочия и ответственность. Дисциплина. Единоначалье. Единство действий. Подчиненность личных интересов. Вознаграждение. Специализация работ для эффективного использования труда работающего. Делегирование полномочий каждому работающему. Ответственность за выполнение работы. Выполнение условий соглашения между рабочими и руководством. Применение санкций к нарушителям дисциплины. Получение распоряжения и отчет только перед одним непосредственным начальником. Объединение действий с одинаковой целью группы и работа по единому плану. Преимущество интересов организации перед индивидуальными интересами. Получение работниками справедливого вознаграждения за работу. Административная классическая школа Анри Фаоли. Централизация. Правильное соотношение между централизацией и детонцентрализацией. Скалярная цепь. Передача распоряжений и коммуникаций между уровнями и иерархией через непрерывную цепь команд, цепь начальников. Порядок. Рабочее место для каждого работника и каждый работник на своем месте. Справедливость. Сочетание доброты и правосудия в управлении организацией. Стабильность персонала. Установка работающих на лояльность к организации и долгосрочную работу. Инициатива. Поощрение инициативы работающих в границах их полномочий и работ. Корпоративный дух. Гармония интересов персонала и организации. Административная классическая школа функций управления. Универсальный подход функционального менеджмента. Руководство. Координация. Контроль. Планирование. Организация. Организационная теория Гулика-Урвиха. К ней относятся Лютер Хелсик-Гулик, Линдал Хаунис-Урвик. Планирование. Постановка задач и указание способов их решения для достижения целей предприятия. Организация. Создание формальной структуры подчинения и определения функций и координации их деятельности по достижению конкретной цели. Комплектование штата. Подбор и подготовка кадров. Создание необходимых условий для трудовой деятельности. Руководство. Постоянная функция принятия решений и их оформление. Координация. Обеспечение согласованности в работе всех подразделений предприятия. Отчетность. Информирование вышестоящих инстанций о ходе работы посредством докладов и проверок. Составление бюджета. Составление финансовых планов и контроль финансовой деятельности. Школа человеческих отношений. 30-е и 50-е годы. Фоллетт, Мэйо, Бернард, Маслоу, Макклелланд. Основная идея. Перенос центра тяжести в управление с задач на человека. Школа человеческих отношений. Мэри Паркетт Фоллетт. 1868-1933. Выводы. Фоллетт. На передний план функционирования организации вышел человеческий фактор. Организация – это социальная система, состоящая из неформальных групп, регулирующих человеческое поведение. Управлический персонал начал активно искать способы повышения удовлетворенности служащих от работы и их морального духа. Рекомендации по управлению человеческими отношениями – более эффективные действия непосредственных начальников, предоставление работникам более широких возможностей общения на работе. Если руководство проявляет большую заботу о своих работниках, то и уровень удовлетворенности работников должен возрастать, что будет вести к увеличению производительности. Элтон Мео. Принципы научного управления в теории Элтона Мео – хоутуринский эффект. Социальные и психологические потребности человека точно так же эффективны в качестве стимулов, как деньги. Социально-психологическое взаимодействие в рабочей группе так же важно, как и организация выполняемой работы. Руководители должны ориентироваться в первую очередь на людей. Честер Бернард. 1886-1961. Организация. Формальные и неформальные. К формальным в них устанавливаются сознательно координируемые социальные взаимодействия, имеющие общую цель для всех членов организации. Неформальные – взаимодействие людей, которые не имеют сознательно координируемых общих целей. Основные функции администратора по Бернарду – поддержание взаимосвязи в организации с помощью организационной структуры, ответственных и свободных кадрах. Формирование и определение общих целей. Обеспечение эффективного функционирования всех важнейших участков. Теория мотивации. Абрахам Харальд Маслоу. Теория иерархии потребностей. Дэвид Мак Клелленд. Теория приобретенных потребностей. Школа человеческих отношений. Значение и роль школы. До школы человеческих отношений вопросы управления были тесно связаны только с технико-экономической стороной деятельности организации. После школы человеческих отношений в деятельности организации необходимо учитывать проблемы окружающей среды и социальной ценности. Важнейшим критерием эффективности системы управления является эффективная социальная политика. Бихевиористские теории. С 1950 года МакГрегор, Герцберг, Лайкерт, Арджинерис. Особенности периода. Активное развитие социологии, психологии, что позволило изучать поведение людей на научной основе. Бихевиористские теории. Основные выводы поведенческой школы. Необходимо создавать психологический климат, содействующий раскрытию способностей работников организации. Установление ответственности каждого работника как обязательного условия успешного менеджмента. Установление долевого участия каждого сотрудника в общих результатах. Соблюдение этических норм, честность и доверие к персоналу. Правильное применение науки о поведении. Повышает эффективность работы отдельного работника и организации в целом. Основная цель поведенческой школы – повышение эффективности использования человеческих ресурсов. Научные школы в менеджменте, литература, Виханский, Наумов, менеджмент, учебник. Мескон, Альберт Хедоури, основы менеджмента, основы менеджмента подрига акций Поршнева. И чудновская история менеджмента, учебник для вузов. Спасибо за внимание.